Здравствуйте, мои дорогие дети. Я очень рада сегодня вместе с вами быть. У меня сегодня есть одна история. Я ее совсем недавно узнала, но она мне очень понравилась. И я хотела бы поделиться с вами и с братьями и сестрами. Это история об одной девочке. Это история правда. В одном небольшом городке в Америке жила семья, папа и мама. И у них была доченька. Ей было пять лет. Она была веселая, радостная. Но единственное, что ее всегда огорчало, у нее не было ни братика и ни сестренки. И она очень хотела, чтобы это было. Каждый вечер она говорила, Господи, прошу тебя, дай мне братика и сестренку. Я буду так любить их, я буду заботиться о ним. И вот однажды папа и с мамой пришли в дом и принесли маленький сверток. Когда они развернули, там был маленький мальчик. Он был такой замечательный. Ах, какая прелесть, сказала девочка. Это же мой братишка. Я его буду любить, заботиться о нем. А когда он вырастет большой, он будет меня защищать от мальчишек, которые меня будут обижать. Прошло какое-то время, и вдруг девочка стала замечать, что папа и мама очень грустные. И однажды она услышала, как мама плакала сильно. А папа говорил, да, какая беда настигла нас. Наш мальчик болен, и он может умереть. И только чудо может помочь. А у нас нет денег, чтобы спасти нашего мальчика, чтобы сделали ему операцию. Девочка услышала это. Она побежала в свою комнату, встала на коленки и сказала, Господи, помоги, помоги, чтобы мой братишка остался жив. Она взяла свою копилочку, разбила ее. Потому что она слышала, что папа и мама сказали, нет денег, чтобы сделать операцию. Она разбила свою копилочку, взяла денежки, какие есть, и побежала в аптеку. Когда она зашла в аптеку, она увидела дядю аптекаря, который беседовал с другим дядей. Она немножко постояла, чтобы не мешать им беседы. Но они долго беседовали и не обращали на нее внимания. Тогда она потопала ножками. Они опять не обратили внимания. Тогда она подошла к аптекарю и постучала по столику. Аптекарь обратил на нее внимание и сказал, Девочка, ты что хочешь? Ты же разве не видишь, что я занят? А она говорит, я не могу долго ждать. У нас в доме беда. У меня может умереть братишка. Мне нужно купить чудо. Продайте мне его. И она протянула ему денюжку. Аптекарь посмотрел на нее и сказал, Мы чудо не продаем. Нет, чудо мне. Мне нужно чудо. И вы мне должны помочь. Я не хочу, чтобы мой братишка умер. Рядом стоящий мужчина посмотрел на девочку и сказал, А сколько у тебя денежек? Девочка развернула кулачок. И там был у нее доллар и несколько центов. Незнакомый мужчина посмотрел на нее. Она видит, что он такой смущенный. Она говорит, если нужно, я еще попробую найти денег. Но помогите мне. Дайте нам, продайте нам чудо, которое спасет моего братишку. Мужчина взял эти денежки, взял девочку за руку и сказал, Ну, хорошо, веди меня в свою семью. Посмотрим, что за беда к вам пришла. Когда этот мужчина пришел в дом, выяснилось, что он хороший доктор, который как раз-таки мог помочь этой семье. Он взял и бесплатно сделал очень большую операцию. И спас мальчика. Да. И спас мальчика. Девочка так радовалась. Она так была счастлива. И папа, и мама. И когда родители говорили, Надо же, какое чудо произошло благодаря Господу нашему. Наш малыш выздоровел. И нисколько денег мы не заплатили за это. А девочка сидела тихо, улыбалась и думала, Вы не знаете, сколько я заплатила за эту операцию. Вот такая история. Вам понравилось? Правда понравилось? А кто из вас помолится? Может быть, есть кто хочет? Давай, моя девочка. Дорогой Иисус, храни всех, которые по дороге едут куда-то. Благослови всех, которые в церкви сейчас. Благослови всех, которые сейчас дома. Благослови всех, которые сейчас в церкви. Благослови всех, которые все, что они делают. Благослови все, что они делают. И смотри, чтобы они не делали ничего плохого. Аминь. Благослови все, что они делают. Благослови все, что они делают. Субтитры создавал DimaTorzok